Отдельно стоит обсудить, что происходит с перегрузкой при наследовании. Рассмотрим это на следующем примере. Пусть у нас есть некоторый базовый класс файл для работы с файлом. И у этого базового класса файл будет объявлен метод write, который позволяет записать файл произвольную строку типа charcon звездочка. И рассмотрим некоторый производный класс вот этого класса файл. Например, класс formatted file для работы с форматированным файлом. У этого производного класса formatted file могут быть объявлены свои перегрузки метода write. Например, метод write для записи файл целых чисел и метод write для записи файл вещественных чисел. Если мы создадим экземпляр класса formatted file, и попытаемся вызвать один из методов, который определен непосредственно в производном классе, то есть в классе formatted file, то у нас это не вызовет никаких проблем. В данном случае мы вызовем метод write от int, так как 4 это целое число, то в данном случае вызовется соответствующая перегрузка. Однако, если мы попытаемся вызвать метод write, который унаследован из базового класса, нас ждет некоторая проблема. Дело в том, что когда мы определяем в производном классе методы с таким же именем, какие есть в базовом, то эти методы перекрывают методы базового класса. Для того, чтобы методы базового класса также участвовали в перегрузке, нам нужно добавить специальную строчку. То есть мы указываем, что внутри производного класса мы хотим использовать методы write из базового класса. Если мы эту строку добавим, тогда при вызове метода write от строки будет вызван соответствующий метод из базового класса. Если же мы эту строку не добавим, то третья строка просто не скомпилируется, потому что методы write, унаследованные из базового класса, не будут участвовать в перегрузке. Продолжение следует...